После обидного поражения нашей команды во Владимире, первенство по футболу продолжило домашняя серия игр. В воскресенье на родном стадионе текстильщик принимал Тверскую Волгу. Без преувеличения можно сказать, что этот матч оказался одним из самых напряженных за последнее время. И уж точно самым насыщенным по голевым моментам. Счет в матче открыл Анзор Саная на 19-й минуте. Один удар вратарю Волги все-таки удалось отбить, но на добивании Анзор пробил точно в ворота. Менее чем через 10 минут напряженной борьбы мяч оказался и в воротах текстильщика. Далее игра продолжалась стремительными атаками и досадными промахами с обеих сторон. Но третий гол матча в первом тайме все же случился, когда судья назначил пенальти в ворота гостей. Реализовать его вызвался все тот же Саная. Кстати, в этом сезоне Анзор не уходил еще с поля без забитого гола, включая все кубковые матчи. На сегодняшний день он возглавляет список лучших бомбардиров зоны. А второй тайм матча начался не менее стремительно, но точности и скорости для реализации гола не хватало. Ни текстильщику, ни его соперникам. Лишь на 73-й минуте встречи тверичане сравняли счет. Казалось бы, уже сложно что-то изменить в матче, но буквально за одну минуту хозяева и гости сумели обменяться голами. Под занавес матча тверичане прострелили ворота красно-черных. И буквально через несколько секунд нападающий Иван Лукьянов помог текстильщику отыграться. Итог встречи – боевая ничья. 3-3. После таких матчей можно сойти с ума, но самый простой был, отмазка простой. Большая роскошь – пропускать, забивать три мяча и пропускать три. Непозволительная роскошь. Шибкий детский. Чем это связано, надо разобраться. Как на этот раз тренерский штаб разберется в ситуации, болельщики увидят уже в среду, когда на своем стадионе текстильщик примет футбольный клуб «Химки», который выбил красно-черных из розыгрыша кубка. Наталья Романова, РТВ Иванова.